добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман известный российский публицист генерал-майор внутренней службы в отставке специалист по проблемам конфликтологии и психологии экстремальных ситуаций доктор философских наук вадим петрович ворожцов своей новой аналитической статье которая называется кесарев кесарева задается вопросом почему в последние годы некоторые руководители государств все активнее берут на себя функции дезинформатор вот об этом и как раз автором статьи поговорим владимир петрович рад вас приветствовать добрый день взаимно добрый я сразу начну с цитаты вы пишете лавинообразный рост дезинформации последних десятилетий вел миру и новую тенденцию многие справедливо связывают ее наглядное рождение со знаменитой пробиркой госсекретаря сша колина паула на заседании совета безопасности оон конец цитаты владимир петрович почему на ваш взгляд пауэлл является ну скажем так образцовым примером ведь в мировой истории известны примеры известны тавтологию и не менее интересные примеры тот же самый тот же самый гитлер когда произошла знаменитая главицкая провокация когда состояла началась вторая мировая война в вы знаете об этом почему говорят о поле а допустим не дни не о том же гитлере он же все это организовал вы понимаете безусловно вся мировая история связана с многочисленными фактами обмана и дезинформации и взять известного китайского при ученых древности сунь цзи взять и кстати некоторые материалы которые содержатся в библии да нам немало фактов связанных с видением противников заблуждений просто мы ведем речь о том что то что было организовано соединенными штатами америки в период обоснования своего вторжения в ирак было первой за последние десятилетия столь грамотно проведенной информационной спецоперации которая была разработана и это пока еще не опровергнут на заседании совета национальной безопасности сша который четко было продумано кто и как будет говорить и не случайно в качестве источника информации был выбран четырехзвездный генерал афроамериканец герой войны а абсолютно как бы и пользующийся значительным авторитетом мире то есть в качестве источника дезинформации сознательно был выдвинут человек за которого в общем-то и в заблуждение вводил не только он сам а весь его бэкграунд вот это вот технология работы когда бросается не только конкретная личность но и авторитет государства структуры ведомства его истории и так далее это становится последнее время ярко выраженной тенденцией чего не было в наши времена я вот не могу себе представить чтобы леонид ильич брежнев скажем по поручению кгб ссср что-то там зачитывал заведомо недостоверно вот такого как бы представить себе невозможно тасс уполномочен заявить был стандартный четкий советский принцип тасс они глава советского государства владимир петрович в статье вы приводите еще называете два имени которые можно хоть и знать как высокопоставленный дезинформатор дезинформатор и речь идет о министре на сторонах дел украине климкин который тоже в оон заявил о том что журналиста бабченко убила россия и госпожа тереза мэй которая объявляла чуть ли не со слезами на глазах о том что россия отравила скрипалей но в отличие насколько я знаю пауэлл знал что он врет на заседании оон а мы и климкина и спецслужбы использовали своей стороны использовали то что называется в темную вместе с тем снимает ли с них ответственность этот факт что они не знали вы понимаете я разделил бы ваш вопрос на две части да что касается климкина то да как выяснилось он просто ничего не подозревал и просто и шел что называется по инерции но тут интересно именно сама инерция понимаете что человек на самом высоком уровне на совбеза он готов механически повторяет недостоверную информацию абсолютно не задумываясь о той ответственности которые имеют его слова его позиции что же касается госпожи терезы мэй то я бы с вами не согласился я считаю что ее заявление в британском парламенте относительно скрипалей предварительно очень тщательно обсуждалась она была крайне необходимым потому что вы сами понимаете что вмешательство великобритании в предвыборную ситуацию сша становилась и более очевидным причастность скрипаля подготовки того самого с досье стила относительно трампа становилась все более и более очевидно необходимость занятия этого скандала было очевидным и поэтому то что тереза мэй не подозревала а всей совокупности к проблем которая возникала вокруг дела скрипалей я глубоко сомневаюсь как раз это на наш взгляд достаточно поспешно но энергично продуманная спецоперация американская какая актриса в ней умерла да он все это все так правдоподобно да 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 именно именно владимир петрович еще вопрос у меня по вашей публикации что заставит заставляет вас предположить что в истории с задержанием в минске 33 так называемых вагнеровцев но во первых вы считаете что среди них были засланные казачки от сбу это первое а второе то что я цитирую в кгб беларуси была ошибка или элементарное предательство вы знаете безусловно многие вещи ближайшее время станут ясными но простой первичный анализ показывает некоторые очевидные закономерности на мой взгляд первичная информация о том что из россии на выборы в беларусь готовится посылка неких групп страшных и ужасных бойцов частной военной компании явно начала забрасываться в кгб беларуси и где-то еще в мае это очевидно то есть поскольку такой уровень как бы информационного обеспечения настроя руководство страны а мог быть достигнут только в результате последовательной информации на мой взгляд были первичные сигналы затем они подтверждались копиями паспортов копиями билетов значит фотографиями материалами переписки специально соответствующим образом под монтирован и в результате у руководства кгб беларуси была создана абсолютно уверенность что большая группа людей из россии едет в минск для того чтобы участвовать в мероприятиях по свержению лукашенко и самое главное заключалось в том что на определенном этапе пользуясь вот той нервической явной обстановкой который находился сам оксан григорьевич лукашенко соответствующая информация была доведена и ему и вот тут мы говорим о том что на каком этапе но безусловно в эту работу подключился президент украины а владимир зеленский вот зачем ему это было надо в этом контексте вот мне до сих пор не до конца понятно потому что на первичном этапе представители сбу украины уже настолько расслабились что их информация даже стала вызывать подозрение у самого лукашенко когда стали говорить что вообще там вообще через территорию украины лесами пробирается еще 30 вагнеровцов тут даже по моему уже и сам батька дрогнул и понял что что-то тут явно не то к счастью для россии и несчастью для разработчиков этой спецоперации было допущены две конечно недопустимые ошибки они прежде всего были связаны вот с таким странным совершенно приобретением билетов именно на территории украины что жалко было послать человека в турцию приобрести билеты и не в турции и во-вторых с последствий сменой объекта охраны слили на венесуэлу в процессе проработки мероприятия к сожалению часть людей удалось ввести в заблуждение но для грамотных аналитиков это было абсолютно понятно что то подобная смена объекта охраны есть не что иное как провокация последний вопрос относительно самого президента лукашенко вот только ли предвыборной суматохой можно объяснить то что он сам то что называется по уши в лес в это дерьмо извините за это слово конечно нет не только предвыборной суматохой вот дело в том что на мой взгляд вот то что позволил себе александр горящий лукашенко это огромная и непоправимая ошибка я лично все рассматриваю что библейском как бы сюжете это та соломинка которая переломила хребет этому верблюду потому что за несколько десятилетий лукашенко а заработал заслужил достиг значительной позитивной эмоциональной даже не сколько политической а сколько вот психологические поддержки среди значительного количества людей в россии они искренне относились к нему положительно и вот сама совершенно какое-то но боюсь даже сказать дурацкий но какое-то совершенно непонятное заявление о том что он отдаст заложникам знаете в лучших традициях как бы шамея шамиля базарь да да все в кавычках до торговлю заложниками вот он на что он сейчас соберет ген прокурора украины россии значит не будет торговать кому куда вот это сама идея что она передаст бойцов воевавших на донбассе и украинской стороне со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями которые мы видели она уничтожила значительной степени вот тот морально психологический потенциал который лукашенко заработал десятилетия сегодня лукашенко российском общественном сознании это уже совершенно не тот человек я думаю что в ближайшее время он в этом убедиться дело не во взаимоотношениях с российским руководством дело о коренном изменении к нему массового общественного создания российских людей вот это ключевая и кардинальная тенденция последних трех людей владимир петрович огромнейшее спасибо за участие в нашей программе спасибо что наши для этого времени было дико интересно спасибо спасибо всего самого доброго вам здоровья и я надеюсь до новых встреч взаимно и вам удачи спасибо спасибо и вам друзья спасибо что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч